Ииии всем приветствуемые зрители, с вами Ингвар и добро пожаловать на очередное видео, а также добро пожаловать в видео, где мы рассматриваем различные либо лего журналы, либо лего книжки. И сегодня мы будем рассматривать очередную лего книжку и на этот раз по Гарри Поттеру с мини фигуркой Рон Уизли. И не только здесь у нас Рон Уизли, а еще имеется свечка и конечно же крыса, если не ошибаюсь. Можно и мышкой назвать, но можно и крысой. То есть вот такая книжечка, стоит конечно же 5.50 это дело, и могу сказать очень даже неплохо. Да, такая фигурка подобно у меня имеется, но взял, потому что интересная композиция здесь образуется, и мышка, и свечка, и палочки, действительно это красиво смотреться будет на полочке. Да и плюс я еще изучил книжку в магазине, могу сказать, что там задания правда очень даже интересные, и хочется их поделать, повыполнять, когда имеется свободное время, как раз в самый раз такая книжечка пригодится. Поэтому я по этой причине взял, действительно классная книжка, рекомендую вам ее приобрести, потому что у вас она по логике тоже должна продаваться. Конечно же от 6 лет и ограничений нету на литовском языке, потому что я живу в Литве, и поэтому понятное дело, почему все вот на таком языке написано. Но, что ж, давайте не будем тянуть, будем рассматривать. То есть выглядит вот так вот, 3 наших главных героя, конечно же, замечательно, почему бы и нет. А на обратной стороне что у нас изображено? Здесь у нас Гарри Поттер, такая подобная фигурка у нас была в серии Гарри Поттер, конечно же, этого года книжка, и все. Ну и конечно же маленький текстик имеется на литовском языке. Теперь, давайте я, конечно же, за кадром соберу нашего Рона Уизли, чтобы не тянуть свое и ваше время, не тратить, да, зря. Соберем, рассмотрим, а потом будем уже анализировать книжку. Так что, приятного просмотра. Что же, давайте рассматривать нашего Рона. У нас фигурка вот такая получается, то есть на полочке такая композиция, она будет хорошо смотреться. То есть наш Рон, мышка, крыса, да, свечка. И, блин, правда классно сочетается, красиво, да и плюс, у него, да, конечно, ножки здесь неподвижные, хотя могли бы сюда, скажем так, положить подвижные маленькие ножки, но решили здесь положить классические, стандартные. Ладно, ничего страшного, но плюс еще большой в том, что у него лицо с двух сторон. То есть у нас имеется вот такое лицо, улыбчивое, нормально, обычное, такое как бы, а-а-а, то есть испугался, не знаю, своей мышкой или что-то чего-то подобного. Но фигурка, правда, классная, хорошая, ну и плюс еще у него имеются вот эти волшебные палочки. Их можно, например, использовать, либо положить в коробочку к остальным. Но это у нас стоечка слов про фигурку, она как бы особо от предыдущих не меняется, не отличается, просто тут имеется свечка и все. Но самое главное, книжка, потому что, правда, книжка шикарная, задание интересное, разнообразное, давайте в этом убедимся. Открываем первую страничку, и тут как бы у нас имеется такое как бы как приветствие, опять наши главные герои и мини-инструкция. Почему бы и нет, то есть я не против, это у них всегда такое имеется. Затем у нас имеется задание и Ёшкин Кот, они действительно очень даже прикольные. У нас имеются различные учителя, и надо как бы их подвести к различным как бы классам, эмблемам, да, то есть у нас имеется все в книгах. То есть мне уже по этой теме начало нравиться, и поэтому, естественно, решил приобрести эту книжку. То есть задание простенькое, но прикольно, красивое. Потом нужно, получается, нам нужно сосчитать, сколько палочек здесь Гарри Поттера имеется, вписать здесь циферку. Ну а внизу наши как бы вот такие призраки, не призраки, найти, видимо, оригинальную тень. То есть задание простенькое, но все красиво оформлено, и хочется такую книжку приобрести и выполнить. Затем у нас имеется очередное задание с эмблемами, получается, нам нужно по какому-то порядку, видимо, идти, или еще как-то. То есть такой, наверное, у нас как бы лабиринтик, видимо, только по вот этой эмблеме надо будет идти, почему бы и нет. Ну и справа нам нужно доделать картинку, знакомая картиночка, конечно же, легко будет выполняться, раз-два и все готово. То есть простенько, но приятно, красиво, хорошо, и здесь атмосфера имеется, это замечательно. Затем нам нужно будет доделать нашего паучка, разукрасить по желанию, то есть Рон здесь уже конкретно испугался, но задание нужно будет выполнить, как бы деться некуда. Ну а справа, как я понимаю, нужно будет сосчитать наших всех паучков, и, естественно, это тоже простенько, но со смыслом, потому что все это в фильме, конечно же, было. Потом, вот этими заданиями начали нравиться, потому что таких подобных заданий с текстом будет немало. Видимо, здесь нам нужно распределить наших главных героев по нужным, скажем так, местам, классам, что ли, да, помещениям. То есть написан какой-то текст, и нам нужно определить, кто это говорит. Неплохо. А справа, получается, нам нужно, если не ошибаюсь, либо дорисовать лица, да, то есть впечатление, улыбку, либо злость и так далее, да, или что-то такое подобное сделать, но, скорее всего, лица, да, дорисовать, это, естественно, очень даже хорошо, и такого вроде бы еще не было в книжках, если я не ошибаюсь. Потом здесь у нас имеется вот такое, как бы, зеркальце, если ничего не путаю, волшебное, и что-то мы должны здесь нарисовать, либо себя, или какого-то монстра, или что-то наподобие этого. Задание, правда, очень неплохое, да и здесь красиво все оформлено. Потом у нас имеется здесь, как бы, летающие, как бы, как гонки, соревнования, и тут нам нужно будет посчитать, наверное, очки и баллы, и выбрать победителя. Очень все неплохо, но со смыслом и красиво нарисовано. То есть уже, естественно, это большущий плюс. Идемте дальше. Тут у нас лабиринтик по Хагриду, ничего себе, да. Поэтому у меня еще книжка эта понравилась, потому что здесь вообще интересные моменты можно увидеть, интересные изображения, картинки, интересные ходы, да, для заданий. То есть лабиринтик вот прям на фигурке, это очень даже неплохо. И справа у нас очередное задание с нашими главными героями, и здесь, видимо, по координатам нужно найти эти картинки и координаты в писающем месте. Почему бы и нет, очень даже неплохо. Идемте дальше, и тут, опять же, у нас здесь призраки, и, видимо, найти свои пары, как я понимаю. А снизу нам нужно найти имена наших главных героев, конечно же, что очень даже неплохо. А справа нам нужно, как я понимаю, что-то, скажем так, их, не знаю, одеть или еще как-то в каком-то порядке. То есть тоже такое интересное задание, я думаю, будет интересненько, потому что, по-первых, впечатлению, кажется, что да, должно быть хорошо, а как там на самом деле, я думаю, очень скоро узнаем. Ну, в общем, теперь идемте дальше. Тут у нас получается, опять же, подобная картинка с координатами, но теперь нужно нам координаты вписать к тексту. То есть наш Гарри Поттер, например, спрашивает или говорит, где чего, что, и мы должны как бы догадаться найти. Очень даже неплохо, будет, я думаю, интересно выполняться. Потом справа нам нужно найти, наверное, оригинальную одежду Гермионы, то есть, если, например, вот это нам не подходит, уже вычеркиваем, и вот так далее надо будет выполнять. Это, естественно, легко, но все равно интересно. А здесь нам нужно, получается, что-то нарисовать, что, например, у нас Рон испугался, то есть вот какого-то монстра, животного, что-то наподобие этого. Тут тоже, думаю, будет интересно это выполнять, идемте дальше. А тут у нас различные животные, какой-то у нас кот по цвету, то есть, получается, нам нужно либо разукрасить этих животных или еще что-то, то есть вот надо будет поразмышлять здесь как-то что-то, чего-то, но должно быть интересно. А справа у нас, ухо, тут у нас, во-первых, имена, задом наперед написаны, как говорится, да, зеркально точнее, да, и еще у нас различные предметы, получается, к кому это чего относится. Хм, неплохо, интересно, мне нравится такой ход. Вот, теперь переходим дальше на другую страничку, здесь нам нужно, получается, нарисовать различные, наверное, лица, то есть четыре лица либо нарисовать, либо еще как-то чего-то. Неплохо, почему бы и нет. Справа у нас имеется Рон и еще Рон, и тут нам нужно идти пять отличий, что тоже очень неплохо, отличие мне нравится, конечно же. А справа, снизу нам нужно что-то подделать с учителями, то есть, видимо, Гарри Поттер говорит про какого-то одного учителя, и нам нужно пометить, как бы, галочкой, про кого он именно говорит. Так что, неплохое задание, мне тоже нравится. Переходим дальше. Здесь что-то у нас с палочками связано, с волшебными, видимо, их как-то разукрасить надо, или еще как-то чего-то, что-то сделать, но должно быть интересно. А справа наш, конечно же, Валдеморт, и тут у нас змеи запутались, видимо, их надо распутать, либо найти оригинальную, разукрасить, наверное, их всех, то есть, тоже, думаю, будет интересненько. Но идемте мы дальше. А дальше у нас метла имеется, нам нужно, наверное, скорее всего, их сосчитать, почему бы и нет. Потом у нас имеется домино, блин, очень даже круто, интересно. Только как тут выполнять, а, вижу, отличие, палочки разного цвета, видимо, будет выполняться очень даже легко, но прикольное оригинальное задание. А справа у нас различные эмблемы, и тут, видимо, не знаю, либо найти, опять же, отличие, или еще что-то такое подобное сделать, так что задание справа у нас тоже очень даже интересное. Идемте дальше. Тут вообще очень даже классно получается, нам нужно понять, про кого здесь именно написано. Допустим, цифра 6, это написано, допустим, например, про Рона, значит, пишем здесь цифру 6 и так далее. То есть, вот такое вот задание, вообще классно, мне очень нравится, и опять же, красиво оформлено. Справа у нас битва Гарри Поттера и Валдеморта, и здесь, получается, надо пройти либо по лабиринту, или еще как-то, или задание для двоих, или еще что-то, чего-то. То есть, очень даже прикольно. А справа нам нужно, получается, кубок доделать, разукрасить, то есть, блин, очень даже классно. И, конечно же, такое у нас в фильме было. Слева у нас очередное вот такое задание, то есть, по какому-то коду найти, либо еще что-то найти, как я понимаю. Но тут, во-первых, ты вспомнишь героев, вспомнишь, есть у тебя такая фигурка или нет, и еще что-то. То есть, задание неплохое, а справа нас будет учить рисовать Рона, то есть, как бы, вот, у нас есть три этапа, и мы должны их повторить. Я это обязательно повторю, проверю, как же я смог перерисовать, хорошо или плохо. Но задание, правда, очень классное. И осталось совсем чуть-чуть, и у нас последнее вот такое задание. Нужно, получается, найти вот эти, скажем так, отрывочки, кусочки картинок. То есть, если это здесь, отмечаем, что да, это есть, или нет, не отмечаем. То есть, вот как-то так получается. Ну и справа у нас ответы, если они нам понадобятся, конечно же, и здесь у нас тоже ответы. И все, столечко у нас имеется всего. Получается, за 10 минут мы смогли изучить книжечку, и она, правда, очень даже шикарная, классная, красивая, атмосферная, с различными заданиями, даже и новые, как я заметил, встречаются. И еще такой у нас утешительный, как бы, приз, Рон Уизли, с прекрасной, в целом, как бы, мышкой, со свечкой, конечно же, и еще у нас волшебные палочки имеются. То есть, если просто говорить про эту книжку, она, правда, шикарная, классная, то есть, претензий никаких вообще не имеется. 10 из 10, почему? Потому что, ну, разнообразие имеется. Красочное, красивое задание, правда, я некоторые ни разу еще не встречал. Не знаю, может, в каких-то были такие задания, но просто их не покупал, но, которым не имеется, я некоторые, правда, не встречал. И это, естественно, замечательно, разнообразие есть, это, конечно же, большой плюс. Все, я все, что мог вам рассказал, надеюсь, было интересно, потому что я, честно, прям в хорошем смысле этого слова в шоке, потому что, блин, книжка восхитительная. Все, давайте на этой прекрасной, красивой, приятной ноте будем заканчивать видео. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео, и, конечно же, увидимся в новых свежих видео и видео, где мы рассматриваем либо различные лего-журналы, либо книжки, как, например, сегодня. Все, всем спасибо, всем удачи и всем волшебного пока.